Приветствую вас! Раз уж вы задаёте такой вопрос, я постараюсь на него ответить. Вот, хотя и так же как и мои коллеги считают, что это не главное здесь, и куда более важно то, чего хотите вы, и куда более важно то, что вы сами выбираете себе такого мужчину, да, и с ним как бы вступают вот наши с точки зрения психологии важнее это, конечно. Но давайте разберём ответ на ваш вопрос. Итак, помещательство на интимной сфере, чрезмерная атака. Может быть элементарная зависимость от секса, такое в принципе бывает, но очень редко, когда у действительно уверенных в себе и любящих секс людей возникает подобная зависимость, подобная чага. Дело в том, что когда человек постоянно об этом думает, ну, ну, это уже удовольствия сомнительные, получать это удовольствие сложное, мягко говоря, это превращается в какую-то такую вот манию, какой-то такой образ жизни, вот, и удовольствие это назвать, удовольствием это назвать, мягко говоря, словом. Ну, а если честно, то вообще нельзя. Зависимость может быть разная, связана она может быть с абсолютно разными причинами, абсолютно разными основаниями, вот. Это могут быть и определенные травмы в жизни человека. Это могут быть определенные потребности. Это может быть тревожность, в контексте которой секс, например, используется как способ снятия напряжения, вот. Это может быть и застревание в подростковом возрасте, когда человек так, таким образом пытается самоутвердиться, вот и так далее. То есть вариантов здесь достаточно много, но базовое, вот то, что можно выделить, это все-таки тревожность, такая вот повышенная тревожность, и это желание самоутвердиться, вот. А это вот такое самое основное, я бы сказал. И совершенно необязательно, что человек плохой, да, вот. Совершенно необязательно, что человек, ну, там, какой-то изображенец, нет. Это необязательно, вот, просто у человека есть такие вот проблемы, и он, как умеет, пытается эти проблемы решить. Вот, уж как у него это получается, да, это уже вопрос, вопрос выбора модели, модели поведения, вот. Это, ну, вопрос того, как человек воспринимает себя сам. Вот, и соответственно, это такой достаточно достаточно важный момент, на мой взгляд, на который вам нужно обратить свое внимание. Конечно, я не, ну, я не считаю, что вам обязательно нужно, значит, выходить из таких отношений, я не считаю. Так, я не считаю. Так, я не думаю, не думаю, что вам обязательно нужно выходить из этих отношений. Я думаю, что вы можете, в принципе, помочь человеку, я думаю, что вы можете, в принципе, что-то делать для человека. Вы можете помочь человеку, вы можете помочь человеку, вот, но, конечно, такой очень важный момент, связан с тем, хотите ли вы этого на самом деле, или отдаёт ли вы себя все, что вам придется делать для того, чтобы человеку помочь, и что там у вас, ну, грубо говоря, возможно, возможно, измены с его стороны, возможно, какие-то трудности им, возможно, проблемы с потенцией, вот, такое. Это тоже довольно часто, к сожалению, бывает, вот, и, ко всему этому вы можете быть просто-напросто не готовы, вот. Поэтому, смотрите здесь сами, как можно более аккуратно, смотрите здесь сами, как можно, как можно более, как бы, деликатно, что ли, по отношению к себе, и выбирайте уже то, что вам по душе. Ну, не пытайтесь, наверное, заставить человека измениться, не пытайтесь, наверное, заставить человека как-то по-другому, по-другому действовать, да, по-другому себя вести. И у вас, скорее всего, ничего не получится, потому что измениться человек может только, если захочет этого сам. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится. Спасибо. Спасибо.